Доброе утро, друзья! Деньги пойдут, конечно же, не нам, они пойдут в фонд «Дорогами добра» на специальную новогоднюю акцию, «Ёлка желаний» называется, и детям будет отправлена некая сумма, которая собрана. То есть 29-го числа все зрители, кто придут, их деньги пойдут на благое дело, и можно будет написать какое-нибудь письмо на «Ёлку желаний»? Да, можно написать письмо, как бы, в принципе, мне немножко оставить. Нет, все, все, и мы хотим сделать людям приятное, и поэтому наш концерт называется «В поисках улыбки», потому что мы хотим детям подарить вот это вот «Незабываемое». Ну вот «В поисках улыбки» я понимаю, что встретившись с вами, улыбку не надо искать, она сразу растягивает. Кстати, я забыл ее сегодня. Да, один, пожалуйста, Жень. Расскажите, сюжет какой-то есть? Все нас знают как импровизаторов. Да, ладно. Вот, то есть будет какой-то скелет спектакля. Вы уже придумали этот скелет? Нет. Сегодня первая репетиция осталась уже скоро. Две недельки буквально? Да, а основной будет импровизатор. То есть есть какие-то номера, подготовочки, а мы их работаем всегда по-разному. Вот Максим знает нашу работу. Ну, спектакль детский. Какого возраста малышей можно там приводить? Детский спектакль от 5 лет, от 5 лет плюс 5, но так получается, что взрослых будет больше, чем детей. То есть все друзья, все знакомые. Вот Максим только взял 20 билетов. Да. И кстати, кстати, у нас такая фишка, у нас условие, что все проходят только те, которые проходят по росту. Вот по Максиму. Максим как раз пройдет. Я как раз пройду вот так. И все заходят в зал лимбой. Лимба. Ротативно. Вот такая интересная технология. У нас там вдвоем будет или еще будут какие-то люди? Да, только вдвоем. Только вдвоем. Только вдвоем. Сейчас надо только нам. И еще кто-то будет. И еще кто-то. Ну, уборщица, световик, Максим Лошкин. Да, и татарский наш менеджер. Татарский наш менеджер. Да, башкир. Юль, ты же понимаешь, что разговаривать с ними нельзя серьезно воспринимать. Ну, слушай, а мне нравятся такие ребята. Ребята, посмотрите, пока не пишем, укроп не застрял? Застрял. Ребята, веселые Роджеры известны тем, что на своих мероприятиях они вращают людей. Вне зависимости от роста, комплекции. И, в общем-то, у меня был такой опыт ровно год назад, Максим, ребята. Они тебя вращали? Да, крутили меня в этой студии. Вот как запомнилось. Чувствуете, Юля? Целый год она думала о том, что придут Роджеры. И еще раз попробую. Ты хочешь еще раз попробовать? Конечно. Ребят, слабо? А может вот этого пацана? А может Лошкина? Не надо, не надо. А что? А что? Ребята, это классно. Оборачивание, мужчины делают так. Поэтому я этого и не буду делать. Итак, Юля. Юля. Пойдем. Ладно, пойдемте, пойдемте. Ой, я что-то. Я остановлюсь на свою стандартную позицию. Я немножко волнуюсь, боюсь. Для начала нужно что-то сделать. Для начала присесть тогда пять раз. Пять раз присесть. Раз, два, три, четыре, пять. Сразу руки наверх и торпеда. Абсолютно непередаваемые ощущения. Я предлагаю оставить импровизированную сцену для ребят, чтобы они показали небольшой отрывок из своего спектакля. А я, пожалуй, пойду отдышусь. Ну что, показываем, значит. Начинаем мы с жонгли-ирония. Внимание, жонгли-ирония. А, нет, не жонгли-ирония. Фокус-фокус. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Ты песок-фокус. Молодцы, молодец. Внимание. Добрый вечер. Нет, ладно, жонгли-ирония. очень весело вот приходите на наш спектакль будет очень вот так вот прям неожиданно весело так тут по жонглировала так вот ладно опа вот такой же англяш внимание акробатика вроде как да отставай мы как две слестящие все помнишь пониже чуть чуть внимания ноги свои ногу сразу видно профессионал сразу видно макс обычно так программу ведет я не знаю какую улыбку будут искать ребята 29 ноября в щелкунчики но мы свою улыбку уже напомню что благотворительная программа в поисках улыбки 29 ноября приходите все сделайте благородное и смешное дело ну а нам пришло время узнать что же интересного смешного и благородного произошло в северновской области впереди события оставайтесь с нами